Сочи показал высокую явку на выборах президента страны. В Сочи свои голоса за кандидатов отдали 72% избирателей. Выборы прошли честно. О прозрачности голосования заявили сегодня все 800 наблюдателей, в том числе международные. В субботу в Хосте сгорел двухэтажный дом. Пожар произошел на улице Шоссейная. В Сочи прибыла молодежь со всего мира. Все они участники форума «Россия. Страна возможностей». Конечно, главная тема дня – выборы президента страны. Свой голос за будущее России накануне отдал и глава Краснодарского края. Вениамин Кондратьев на избирательный участок пришел вместе со своей семьей в первой половине дня. Голосовал губернатор и его супруга по месту жительства в станице Динской. От голоса каждого жителя зависит дальнейшее развитие России и края, отметил Вениамин Кондратьев. Будущее определяется сегодня путем выборов президента нашей страны. Я уверен, что мы выбираем сегодня и стабильность, и стабильное развитие и нашей великой России, и нашей процветающей Кубани. Наши дети пришли голосовать тоже с нами. Я уверен, и их дети придут голосовать с ними. Это очень важно. На Кубани сохранить преемственность поколений. Я в это верю. Верят мои дети. Верят наши дети. В то, что мы, взрослые, которые имеем право голосовать, их не подведем. Губернатор края также проголосовал за проекты благоустройства территорий в станице Динской. Все они были представлены на избирательном участке в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». В Сочи горожане начали собираться около участков еще до официального старта голосования. И поток людей, желающих сделать свой выбор, не спадал в течение всего дня. Кое-где даже образовывались очереди. Причем, если раньше одними из первых на участки приходили люди пожилого возраста, то в этот раз с утра было много и молодежи. Это связано и с той обстановкой мировой, которая вокруг нашей страны сегодня существует. И наши горожане, россияне хотят показать всему миру, что мы солидарны, что мы поддерживаем тот курс, который сегодня ведет руководство страны. Мэр города с супругой по традиции голосовали на участке, который расположен в зале органа и камерной музыки. Сюда же около полудня пришли отдать свои голоса члены сборной страны по спортивному ориентированию. В эти дни на курорте они борются за призы чемпионата России. Раньше бывало дело пропускало эти выборы из-за того, что сборы, разъезды, поездки не всегда получалось брать открепительное удостоверение. В этот раз зашел в интернет, в госуслуги, две кнопки и я тут. Было очень удобно. Кстати, Сочи местом голосования выбрали более 24 тысяч жителей других регионов. Это рекордное число иногородних избирателей за всю историю выборов отмечают в избирательной комиссии города. С момента открытия избирательных участков было понятно, что явка будет большой. Люди на голосование шли активно. В Адлере в школе номер 25 расположился участок 43-21. Там выбирал нового президента и Герой России Евгений Федотов. Евгений Федотов, полковник запаса, прошел Афганистан, Чечню за освобождение Южной Осетии. В 2008 году получил звание Герой России. Он всегда был там, где необходимо было родине. 18 марта вновь отдал ей свой долг. Считаю это просто своим долгом. Слишком продолжительное время уже в таких выборах участвую. В разных условиях такие выборы проводились на моей памяти и в условиях боевых действий. Сегодня для меня это первые выборы уже как гражданского человека, который уже находится в запасе. В утренние часы, конечно, на участках было больше людей старшего возраста. Но ждали и тех, кто будет голосовать впервые. Тех, кому исполнилось 18. А еще многих прикрепленных, таких здесь, в Адлере, на участке 43-21 ожидалось 227 человек. Это люди, которые находятся не на месте приписки. То есть это люди, которые отдыхают у нас в Сочи, в Адлерском районе в частности. Тех, которые по какой-то причине не могут. То есть точно так же участвуют на выборах или работают в этот момент. Многолюдно было в утренние часы и на участке 46-16. Это уже центр города, здание станции скорой помощи. Почти сенсацией стало появление на избирательном участке монаха Симона из Абхазии. Он, как гражданин России, мог бы проголосовать и там, но решил по приглашению председателя участковой комиссии, которая была недавно в Новом Афоне, приехать в Сочи. Священнослужитель сделал свой выбор и пожелал всем присутствующим с легкостью пережить этот напряженный день. Всегда вместе с сочинцами голосует депутат Государственной Думы Константин Затулин. В день голосования он обязательно приезжает в родной город. Выбираем тревожный момент для жизни нашей страны с точки зрения попыток унизить Россию, наложить на нее все больше и больше санкций. Нам брошен вызов, а вызов надо принимать стоя. И вот в этой ситуации, мне лично кажется, есть много претензий к действующей власти, вполне законных. Но сейчас вопрос стоит гораздо более остро. И поэтому для меня, например, никакого выбора по сути не было. Я знал, за кого я проголосую, я проголосую. Для тех, кто не смог дойти до участка по состоянию и здоровью, были готовы переносные урны. Ждал появления членов избирательной комиссии у себя дома на Красноармейской Борис Иванович Куксов. Ему почти 90. Родственники, признаются, он редко ходил на избирательный участок, но в этом году заявил твердо, что намерен голосовать. Его соседка этажом выше, Мальвина Эдуардовна, тоже вызвала избирательную комиссию на дом. Говорит, здоровье не позволяет выйти на улицу, поэтому, когда к ней пришли с бюллетенем и урной, была исключительно благодарна. Спасибо большое за заботу, потому что я инвалид, мне очень тяжело подниматься, и такая услуга очень востребована. Много людей, которые не могут прийти. Огромное спасибо за вашу заботу. Все, кто хотел 18 марта проголосовать, могли без проблем воспользоваться своим правом гражданина Российской Федерации. Члены избиркома навестили даже будущих и новоиспеченных мамочек, те, кто планировал отправиться на участок, а поехал в роддом. Я, как активный участник голосования, любого всегда голосую. И сегодня утром, когда уже более или менее оклемалась, состала пошла проголосовала. Я за Россию в первую очередь не голосую, скорее всего так. Не за то, чтобы за президента, а именно за Россию, чтобы в России все было хорошо. За эти сутки родилось 9 новорожденных, из них 6 мальчиков и 3 девочки. Все дети родились в хорошем состоянии, удовлетворительно чувствуют себя хорошо, и пациенты, и мамы, и маленькие пациенты. Новость о возможности голосовать в нашем учреждении на выборах президента, пациентки воспринялись с энтузиазмом и благополучно выполнили свой гражданский долг. Кстати, самых творческих и активных избирателей в Сочи наградят. В конце месяца будут подведены итоги интернет-конкурса «Голосовач». Пользователи сети выберут самые интересные фото с этим хэштегом. Победитель получит айфон. Елена Авсецин, Алексей Давыдов, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Сочи показал высокую явку на выборах президента страны. Свои голоса за кандидата отдали 72% избирателей. За кого голосовали сочинцы и какую оценку выборам в Сочи дали международные наблюдатели, расскажет Ольга Десятого. Наиболее высокую активность избирателей в Сочи показали в первой половине дня. Помимо сочинцев, в выборах президента приняли участие и иногородние граждане. Всего по месту нахождения свои голоса за кандидатов отдали 48 тысяч человек. В итоге за Владимира Путина в Сочи проголосовали 77,96% избирателей. На втором месте Павел Грудинин. Он получил 11,11% голосов. За Жириновского проголосовали 4,47%. Ксения Собчак набрала чуть более 2% голосов. Следует отметить, что в ходе выборов и при анализе бюллетеней, жалоб, которые могли бы повлиять на волеизъявления россиян, в избирком не поступало. Были обращения избирателей, прибывших в наш город, Сочи, из других городов. Они хотели проголосовать в нашем городе. То есть они заранее не побеспокоились о включении списка избирателей, но были настойчивы и обратились в наши суды. Так, например, в Центральном районном суде было рассмотрено 68 таких обращений. По решению суда данные избиратели были включены в списки избирательных участков. Всего в Сочи свои голоса за кандидатов отдали 72% избирателей. Для сравнения, в 2012 году на последних выборах президента эта цифра была чуть ниже – 66,7%. Тогда свой выбор в пользу Путина в Сочи сделали 62% избирателей. Надо отметить, что за ходом выборов внимательно следили и наблюдатели. Их было более 800. Среди них и международные. Это члены делегации Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. В ее составе представители Сербии, Болгарии, Албании, Турции и Азербайджана. Наблюдатели из стран с разным отношением к России все как один отметили, что выборы прошли честно и прозрачно. На десятках участках, которые они посетили, наблюдатели не заметили никаких нарушений. Выборы прошли в очень свободной форме, в демократической форме. Я считаю, что это победа всего российского народа. Российский народ в демократической форме выразил свое воле и излияние и избрал на следующие пять лет президента. Международные наблюдатели отметили активность избирателей в Сочи и высокую политическую культуру россиян. Во время посещения избирательных пунктов в городе Сочи у нас была возможность убедиться, что избирательный процесс проходит в соответствии с демократическими стандартами. Избирательная комиссия в Сочи предоставила все условия для проведения выборов для всех участников. Выборы проходили прозрачно и без каких-либо заметных нарушений. Это был важный экзамен в области демократии. И мы поздравляем вас с победой демократии. Все и во всем мире должны с уважением отнестись к результатам выборов, потому что это воля российского народа. Также члены международной делегации отметили в целом гостеприимство города Сочи, его красоту и благоустроенность. Они рассказали, что планируют в сентябре провести здесь конференцию мэров черноморских городов. Добавлю, что организация Черноморского экономического сотрудничества объединяет 12 стран Причерноморья и Южных Балкан. Она создана для развития мира и стабильности в бассейне Черного моря. Ольга Десятого, Михаил Дубин, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Выборы президента России в Краснодарском крае прошли без нарушений. Об этом накануне после закрытия всех избирательных участков заявил наблюдатель от ФРГ Александр фон Бисмарк. С потомком первого канцлера Германской империи встретился губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев поинтересовался у Александра фон Бисмарка, как он оценивает избирательную кампанию в регионе. Задача в целом власти сегодня, не только в нашем Краснодарском крае, в России, создать условия для свободного воли и заявления граждан. С вашей точки зрения, тем более как наблюдатель, насколько можно смело говорить, что все-таки выборы прошли сегодня легитимно. Есть ли у вас все-таки какие-то, с вашей точки зрения, нарушения, которые можно было наблюдать на участках во время проведения выборов президента России? Или все-таки вы то, что увидели, отвечает полным принципам демократии? Я восхищен организацией работы на избирательных участках в Краснодарском крае. Даже в Германии не все так хорошо. Процесс абсолютно прозрачен. Посоветовал бы Ангеле Меркель перенять такой опыт для организации выборов. Сегодня я общался с девушкой, которая работала на избирательном участке. Спросил, есть ли какие-либо нарушения или ошибки. Она не смогла ничего определенного ответить, так как на самом деле все прошло без нарушений. В разговоре с Вениамином Кондратьевым Александр фон Бисмарк также отметил, что в западной прессе сильно искажают информацию о ходе президентских выборов в России. Я очень расстроен, что в немецких газетах пишут много плохого про выборы в России. В некоторых статьях говорят о том, что выборы проходят незаконно. Хотя я сам видел, что никаких проблем нет. Все открыто, четко и понятно. Пусть продолжают говорить и в Европе, и в Америке то, что сегодня они считают необходимым с их точки зрения говорить о России, о нашем Краснодарском крае, если не будут говорить, но вы сегодня с моими глазами видели, вы прожили сегодня день в нашем регионе. Реальный живой свидетель тому, что это просто болтовня. На самом деле реальность, она совсем другая. И вы были сегодня ее свидетелем. Я вам хочу сказать огромное слово благодарности за вашу принципиальность. Очень порадовало международного наблюдателя от ФРГ, что на выборы в Краснодарском крае пришло много молодежи. Опять же, сравнивая с Германией, Александр фон Бисмарк заметил, что немецкие парни и девушки не так активны. Краснодарский край показал самую высокую явку на выборах в Южном федеральном округе. Итоги проведения голосования сегодня обсудили в краевой администрации. Совещание провел глава региона Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, участие в президентских выборах приняли около 88% кубанцев, имеющих право голоса. Больше всего жителей края пришло на избирательные участки в Кавказском, Каневском, Крюновском, Тихорецком и Павловском районах. Всего же кандидатуру действующего главы государства на Кубани поддержали более 2,5 миллионов человек. Вениамин Кондратьев поблагодарил всех куманцев за активное участие в выборах. Кроме слов благодарности, наверное, сказать нечего. В очередной раз жители края оказали доверие Владимиру Владимировичу Путину. Теперь уже бесспорно и ни у кого сомнений не вызывает. Я хочу вам всем сказать огромное спасибо за то, что выборы прошли на высочайшем уровне, за то, что мы дали такой рекорд для нашего края результат появки. И здесь, конечно, благодарность всем жителям края, кто пришел на избирательные участки, кто проголосовал, кто просто проявил свою жизненную активность. Кому было не все равно, каким будет и край, и страна в ближайшие 6 лет. Отдельную благодарность Кондратьев выразил правоохранителям. Безопасность на избирательных участках края обеспечивали более 15 тысяч человек. Это полицейские, розгвардейцы, казаки и дружинники. А затем, чтобы выборы прошли честно и открыто, следили общественные наблюдатели. Подчеркнули наши общественники. Хорошее настроение наших граждан. Они приходили семьями. То есть это был праздник. Хотела бы сказать, что вот здесь мы сработали едино власть и общественники и гражданское общество. То есть это говорит о зрелости кубанского гражданского общества. Люди пришли и проголосовали. Второе, это говорит о взаимодействии общественников и власти. Нас власть слышит, понимает. Краснодарский край, который традиционно, как нам сказали, считался сложным регионом в плане организации чистоты, прозрачности выборов, с чем мы категорически не согласны были и три года назад, теперь совершенно по-другому предстал не только для иностранных наблюдателей, о чем мы говорили, но и для наших коллег и партнеров из Совета по правам человека предпрезидента. В целом на избирательных участках края работало более 15 тысяч наблюдателей. Из них полторы тысячи человек представляли интересы политических партий. Свыше 8 тысяч наблюдателей были от кандидатов более 5 тысяч. Это члены Общественных палат России и Краснодарского края. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. В субботу в Хостинском районе сгорел двухэтажный дом. Пожар произошел на улице Шоссейная. Звонок в спасательный отряд от диспетчера службы 0-1 поступил в 18.46. Прибыв на место спасатели МЧС. Вместе с пожарными расчетами сотрудниками службы спасения города Сочи эвакуировали людей из здания, после чего приступили к тушению пламени. Силами экстренных служб города пожар был ликвидирован в 21.16. Погибших и пострадавших нет. Новые транспортные развязки и западный обход Краснодара. На Кубани планируют масштабную дорожную реконструкцию. Кроме краевой столицы, современные автомобильные коридоры должны появиться и в курортных городах. По трассе, ведущей на Черноморское побережье, проехал губернатор Вениамин Кондратьев. Проверил состояние дороги, а также напомнил, что никакого ремонта в курортный сезон быть не может. С подробностями наши краснодарские коллеги. Движение автомобилей на участке трассы А-146, что рядом со станицей Нижнебаканская, сегодня ничего не мешает. Хотя совсем недавно водители стояли здесь в пробках из-за дорожных работ. После капитального ремонта проезжую часть расширили. Насколько качественно все сделано, сегодня оценил губернатор. Также Вениамин Кондратьев напомнил дорожникам, что с началом курортного сезона нагрузка на эту автомагистраль увеличится, так как она ведет к Новороссийску. Строители пообещали, работы полностью закончат в августе, а до этого обеспечат беспрепятственный проезд автомобилей. Я хотел бы оттолкнуться от реальной сегодняшней ситуации, от тех проблем, о которых нам сегодня говорят жители Новороссийска. Район, допустим, Верхней Баканки, то есть он напряженный сегодня с точки зрения транспортного движения. Потому что люди требуют не долгосрочную перспективу, живут они и не только запрещенным днем, но и сегодняшним. И вот эти проблемы нам нужно решать. Если мы их не будем решать, расшивать, как говорится, вот это все, что мы им показываем, будет неинтересно. Пропускную способность увеличат и на самом подъезде к Новороссийску. Здесь построят новую транспортную развязку. Уже сегодня ее проект готовят к экспертизе. Новая дорога пойдет в обход города. Ее протяженность больше 12,5 километров. Жители Новороссийска должны тоже понимать, когда транспортная, объездная, вот эта так необходимая им дорога реально начнет строить. Потому что сегодня Новороссийск задыхается от того транспортного потока, который идет непосредственно через город. Мы на сегодняшний день подошли уже к экологической экспертизе. Соответственно, при получении положительного заключения экологической экспертизы, мы готовы идти в главу с экспертизой. Это предпоследний шаг. Экспертиза сколько? Три месяца. Три месяца. То есть, в идеале, если все хорошо, к осени мы можем приступить к строительству. К осени мы можем уже понимать, что мы выходим с экспертизы. Это логично, потому что летом все равно строить не будет. И здесь и так без нашей строительной техники хватает заторов на дороге. А вот к осенью, если мы к 1 октября, к 1 октября выйдем непосредственно к строительству объездной дороги в Новороссийск, то считайте, что задачу мы выполним. Отклонения в сроках начала и окончания работ быть не может, акцентировал внимание Вениамин Кондратьев. А проблему загруженности новороссийских трасс нужно решать комплексно. Если здесь уже грузовики прямой идут на порт, все, мы разгружаем город полностью. Сегодня мы решим вопрос только по строительству транспортной развязки. Без решения проблемы объездной дороги вокруг Новороссийска, то не решается проблема, потому что мы просто пробку отодвигаем. А нам нужно так, чтобы транспортная развязка разгрузила подъезд Новороссийску с стороны Крымска, а дальше объездная дорога приняла на себя любимую долю автомобилей, которые сегодня заходят в город. Мы долго ждали жителей Новороссийска объездную. Многое поколение властей эти обещания отдавали, но вот на наших плечах сегодня находится их выполнение. Я вас заверяю всех, что мы выполним. Добраться должно стать проще и в Геленджик. Рядом с курортом планируют построить и две развязки. Одна из них будет практически на въезде в город в районе сел Девноморска и Просковеевка, а вторую уже на выезде в сторону Новороссийска. Это будет современная четырехполосная трасса. Здесь будет полностью раздельное трассирование, в котором не будет никаких сопряжений смежных потоков, которые позволят избежать как лобовых столкновений, так и попутных столкновений. Самое главное. Сроки строительства. Строительство развязки первого этапа этой развязки предусматривается на 2018 год. Сроки должны быть понятны и мне, и нам, и жителям. В первую очередь Геленджика, потому что речь идет сейчас о Геленджике. На дорожную инфраструктуру Кубани теперь влияет и мост в Крым. Когда его откроют, поток транзитного транспорта через Краснодарский край сразу увеличится. Большинство едут по М4 Дон напрямую через краевую столицу. Чтобы избежать коллапса в городе, нужна новая дорога, которая проходит мимо населенного пункта. Такой альтернативой станет дальний западный обход Краснодара. По проекту он начинается недалеко от станицы Новотитровской. Не исключено, что новую дорогу свяжут с южным и восточным обходами. В таком случае вокруг Краснодара получится объездное кольцо. Протяженность самого западного обхода составит 55 километров. С открытием Керченского моста мы должны четко понимать, что транспорт, который пойдет туда и легковой, и грузовой, в Краснодар уже заходить не должен и не может. Дальний западный объезд, трасса на Керченский мост, они должны сегодня строиться максимально быстрыми темпами. Я думаю, что в конце 2018 года у нас будет уже положительное заключение главгосэкспертизы, которая нам позволит начать строительство дальнего западного обхода где-то в 2019 году. Транспортная инфраструктура, состояние дорог, их пропускная способность. Для Краснодарского края, как транзитного и курортного региона, вопросы далеко не праздны. В нынешнем году объем Дорожного фонда Кубани превысил 28 миллиардов рублей. Денег достаточно в Дорожном фонде сегодня, чтобы ремонтные работы на дорогах были видимыми и ощутимыми. Здесь тоже должен быть график ремонта дорог в муниципалитетах. Он должен быть прозрачным, понятным и тоже измеряться не в километрах, а в конкретных улицах. И жители того или иного муниципального образования должны контролировать, насколько фактическая ситуация совпадает с графиком, о котором изначально заявил тот или иной глава муниципального образования. Такая практика уже была в прошлом году. Давайте, коллеги, ее просто сохраним. И не только в этом году, но и в последующие годы. Это принципиальное мое требование. Прозрачность и открытость. На деньги из Дорожного фонда в регионе планируют отремонтировать 650 километров дорог и 15 мостов. На улучшение муниципальных трасс направят 7 миллиардов, а на участки регионального значения выделят более 21 миллиарда рублей. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24. А в Сочи прибыла иностранная делегация, в составе которой молодежь со всего мира. Это предприниматели, управленцы, представители волонтерских объединений, молодые ученые, инженеры, IT-специалисты. Все они участники форума «Россия – страна возможностей», который прошел в Москве и собрал творческую рабочую молодежь из сотни стран. Со знакомительной целью все они разъехались по разным городам России, в том числе и в Сочи. Россия – страна возможностей. Это масштабное событие и для молодежи считается уникальным шансом проявить себя. По сути, на этой платформе, создать которую на фестивале молодежи в Сочи предложил Владимир Путин, соединились более десятка глобальных конкурсов, таких как WorldSkills, мой первый бизнес, лидеры России. В итоге в московском форуме приняли участие делегаты из Африки, Австралии, Европы. Это ребята, которые говорят на одном языке и не боятся экспериментов. Они творят, занимаются благотворительностью, строят бизнес, продвигают интернет-инициативы. Лучшие получили не только гранты и возможность воплотить свои идеи, но и там же, на форуме, ребята собрали настоящие команды. То же самое случилось и несколько месяцев назад в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Образовалась команда будущего. И члены, в том числе этой команды, сегодня снова попали в Сочи. Но уже благодаря форуму «Россия – страна возможностей». Почему Сочи, а не другой город России? Этим вопросом, говорят гости курорта, они даже не задавались. Совершенно не жалею. Хотелось побывать и в других городах России, но после того, как я посетил Сочи, этот уникальный опыт, эти дружелюбные люди и новые знакомства, в этот раз мне нравятся гораздо больше, чем в прошлый мой визит. Город Сочи – очень интересный, достаточно спокойный курортный город. Произвел именно такое впечатление, но и в то же время современный, развивающийся, в котором сочетается современная архитектура и элементы истории. Он идет в ногу со временем, как мне кажется. В Сочи для участников российского форума провели экскурсии, в том числе пешеходные. К слову, таких маршрутов с началом летнего курортного сезона в городе будет еще больше. Ознакомилась иностранная делегация и со спортивной историей Сочи. В музее спортивной славы пообщались и с молодыми активистами курорта. Обе стороны не прочь поработать в команде. Тем более опыт уже был на фестивале молодежи и студентов. Первым делом я сказал, ой, я же был в Сочи. Хотя, сейчас я понимаю, что я не был в Сочи, оказывается, мы были в Адлере, мы были в Олимпийском парке и мы были только в рамках фестиваля. А после того, как нас сегодня на днях встретили и после того, как мы начали здесь экскурсии проводить, то я влюбился в Сочи. Это большая возможность, на самом деле, быть, дружить и, возможно, в последующем даже делать совместные проекты. Участники форума «Россия – страна возможностей» по городам России разъехались не случайно. Цель таких проектов – объединять возможности молодежи, которая может изменить мир к лучшему. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.